Привет, студент! Если ты хочешь быть в курсе самых обсуждаемых новостей студенчества Казани, то не переключай канал, ведь ты смотришь Универ Ньюс. С тобой Оскар Галимов, сегодня в выпуске. Вся правда о медали Лобачевского. Кто достоин награды? Первый в СНГ центр тестирования по арабскому языку открыли в КФУ. Новые лица на канале Универ ТВ. Кто они? Узнайте из нашего выпуска. 1 декабря состоится церемония вручения медали и премии имени Николая Ивановича Лобачевского. Перед церемонией будет открыт музей имени великого ученого. Кто же стал лауреатом премии и почему для Казанского федерального университета необходим этот музей, ты узнаешь в нашем сюжете. 2017 год объявлен в Казанском федеральном университете годом Лобачевского. По случаю 225-летия великого геометра и ректора Казанского федерального университета 1 декабря состоится церемония вручения медали и премии имени Лобачевского. В этом году медали и премию достоин американский математик Ричард Мелвин Шен. Исследование профессора Шена стало переворотным в науке в целом, так как повлияло не только на современную математику, но и на ряд других наук. Здесь работа касается не только чистой геометрии, но и математической физики. Ему удалось доказать теорему положительной энергии, позитивной энергии, которая существует в общей теории относительности для любых размерностей пространства, не только для трехмерных. Одной из целей организаторов является создание премии международного уровня. Об этом свидетельствует размер премии 75 тысяч долларов и международный состав жюри, среди которых представители Российской Академии Наук и профессора университетов США, Германии, Франции и других стран. Если мы хотим, чтобы премия была действительно международной, и она была бы видимой на международной арене, она должна иметь эквивалентное денежное выражение. То есть здесь мы просто подтверждаем, что действительно мы имеем нормальный уровень научной премии за действительно выдающееся достижение в области геометрии. Перед церемонией вручения состоится открытие музея Николая Лобачевского. Музей базируется в ректорском доме КФУ. В нем в свое время жил сам Лобачевский, когда был ректором университета. Музей будет рассматриваться как место жизни великого русского ученого. И с другой стороны, как творческая, динамично развивающаяся научно-образовательная площадка. Примечательно, что построить музей хотели еще с 40-х годов 20-го века и несколько раз возвращались к идее создания позже. Но до реализации проекта так и не дошло. Поэтому создание музея можно считать историческим фактом, являющимся данью уважения научного сообщества Казанского Федерального Университета, одному из самых значительных людей в истории вуза. Артем Тупичкин, Универньюз. В Казанском Федеральном Университете появился центр, аналога которому еще нет в России. Что это за центр и зачем он нужен, ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. В мире около полтора миллиарда людей говорят на арабском языке. Но в России не было ни одного центра арабского языка, где желающие могли бы подтвердить сертификатом свой уровень владения языком. Казанский Федеральный Университет 30 ноября открыл центр международного тестирования по арабскому языку. И самое важное то, что аналогов такого центра нет не только в России, но и в странах СНГ. Теперь студенты смогут пройти тестирование и получить сертификат международного образца. Это очень похоже на TOEFL, тестирование, известное всем англоговорящим людям. По результатам тестирования присваивается уровень, всего которых три. А на какой уровень сдадут тестирование студенты Казанского университета, покажет только время. Али Акашина, Роман Самарин, Универ Ньюс. На один день студенты Казанского университета разделились на знатоков сразу четырех зарубежных языков. Какие из них пользуются особой популярностью среди молодых полиглотов, расскажет Аделя Шамилова. Одновременно и в один день, приблизительно в одно и то же время, студенты России могли проверить себя и свои знания в области английского языка. Навыки, письма и аудирование. В данной акции приняли участие несколько тысяч участников с различных городов России. В Казани данная акция прошла на площадках КФУ. В этом году мы вошли с инициативой провести в формате всероссийского диктанта. И откликнулось большое количество и вузов, и школы России. И поэтому в этом диктанте принимают участие более 25 регионов. Принимают участие это как обучающиеся вузов, обучающиеся школы России. Всего было зарегистрировано более 12 тысяч участников. Эта акция была инициирована Высшей школой иностранных языков перевода год назад. В прошлом году тема касалась всемирного культурного наследия. И в этом году, в знаменательный год, год Николая Ивановича Лубачевского в нашем университете, мы продумали и посчитали необходимо просто и значимым провести такую образовательную акцию в рамках этого года. Как обстоят дела у студентов и школьников в других точках страны, можно было увидеть благодаря онлайн-подключению. Здесь же проходила онлайн-трансляция мероприятия. Текст читали профессионалы, владеющие иностранным языком, а также преподаватели английского. А как думаете, допустить победителя становится тот, кто не допустит одной ошибки? Сложно бы стать победителем или нет? Ну, мне кажется, английский язык, он такой, скажем, если бы это был диктант на русском языке, то было бы понятно четко, что этот человек написал правильно. В английском языке, особенно с правильной пунктуацией, они более вариативны, поэтому надо смотреть на результат. В заключение важно подчеркнуть, что тотальный диктант по английскому не единственный, который проходил в этот день в Казанском федеральном. Участники акции также могли попробовать свои силы в диктанте по итальянскому, французскому и испанскому языкам. Напомним, что несколькими днями ранее в КФУ проходила аналогичная акция по татарскому языку. Результаты всероссийского диктанта будут размещены на сайте КФУ и официальных сайтах организации высшего образования и общеобразовательных организаций Российской Федерации, проводящих данный проект. Свою работу в Казани начала выставка, посвященная водным ресурсам Татарстана. Свой стенд представил и Казанский федеральный университет. Подробнее ты узнаешь в следующем сюжете. 30 ноября открылась восьмая специализированная выставка «Чистая вода Казань». Традиционно она проходит в выставочном центре Казанской ярмарки. Забота об окружающем мире – очень важная задача общества. Именно поэтому 2017 год объявлен Годом экологии. В рамках этого года и проходит данное мероприятие. Приятно отметить, что Казанский федеральный университет принимает участие в этом мероприятии, ведь экология для университета является приоритетным направлением. Казанский федеральный университет традиционно участвует. Наша кафедра природообустройства и водопользования восьмой раз представляет здесь проекты в области экологической реабилитации, экологического проектирования и благоустройства водных объектов. То, что у нас университет именно решает глобальные фундаментальные задачи экологии, а не только подготовить воду для питья или для отопления. А вот именно экологические проблемы – это, я так думаю, считаю, что именно заслуга нашего университета, что мы это можем делать. На выставке эксперты обсудят проблемы качества и экономии водных ресурсов Татарстана. Кроме этого, пройдут бизнес-встречи и тематические круглые столы. А завершится выставка 1 декабря. Олег Ашин, Наделли Шамилова, Ленардо Влесьяров, Универ Ньюс. На Универ ТВ прошел второй этап кастинга ведущих. Совсем скоро в наших выпусках появятся новые лица. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с участниками и посмотрела, как проходит кастинг. 29 ноября состоялся второй этап кастинга ведущих на Универ ТВ. Участники кастинга сделали еще один шаг для того, чтобы стать лицом канала. У студентов были равные возможности. Все они приходили на кастинг с разных институтов Казанского федерального университета. Совсем не важно, физик ты или учитель, главное быть целеустремленным, иметь грамотную речь и большое желание работать на телевидении. Я давно работаю ведущим, около четырех лет. Сейчас я работаю в клубной сфере. Раз уж я учусь на кафедре телевидения, это очень интересный опыт, где, я думаю, смогу себя проявить в новом качестве, открыть в себе какие-то новые умения, таланты и более их развить, отточить, потому что нет продела совершенства. Мне всегда это было интересно, плюс я вела городские новости в своем городе. Поэтому это, наверное, мое родное решила попробовать вдруг и здесь. Это как одушина для души, для сердца, поэтому я здесь. На первом этапе было отсмотрено порядка ста человек, а во второй прошли всего девятнадцать. В этот раз студенты пробовали вести эфиры в действующей студии, читали приветствия, прощания и подводки корреспондентов. Открою маленькую тайну, уже есть кандидаты, уже есть новые лица, которые совсем скоро появятся именно в новостном блоке. Но помимо этого, конечно, еще отсмотрели ребят для таких проектов, как «День первокурсника», «Велоконцерт студенческой весны». Результаты кастинга можно будет увидеть в новостных выпусках на «Универ ТВ». Остается совсем немного времени до момента, когда будут известны имена счастливчиков. Совсем скоро на экранах нашего канала ты увидишь новые лица. Анна Глазнова, Леонард Влитяров, «Универ Ньюз». На этом у меня все новости на сегодня. Желаю тебе успешного начала декабря. С тобой был Оскар Галимов. Пока!